Легко ли быть ребенком? Да, легко. Да, смотря в какой ситуации. Вообще, в общем, ребенком быть. Ребенком быть легче, чем взрослым, мне кажется. Почему? Ну, потому что взрослым вечно приходится за нами мотаться, куда-то возить или там выслушивать какие-нибудь наши мнения. Ребенком быть легко. Я думаю, да. Ну, потому что родители для тебя все делают. Для тебя уже предоставляют все в готовом виде. И ты только, ну, делаешь все, ну, стараешься делать все правильно. Да. Тяжело. А почему? Слишком много уроков, школы и других занятий. Ребенком, да. Нет, не легко, потому что с тобой всегда... Родители всегда думают, что ты еще маленький, что они всегда с тобой смотрят, тебе помогают, а ты думаешь, ну, хочешь сам уже все это делать. И тебя это раздражает очень сильно. Стесно. Нет, вот это не очень легко. Почему? Ну, потому что приходится все познавать, столько все изучать, сталкиваться о каких-то трудностях, которые в первой жизни встречаешь. Взрослым легче? Ну, отчасти да. Не всегда. А почему? Потому что, ну, многие думают, что то, что ребенок – это тот человек, который ничего не делает, но бывают такие родители, которые тебя любят и хотят тебе, хотят сделать такого ребенка, чтобы он все умел и пел, вот как я и пел, и боролся, там, и сольфеджио занимался, вот. Довольно легко, мало обязанностей, можно отдыхать, но все равно обязанности присутствуют. Ну, да, легко. Я думаю, ребенку будет гораздо легче, чем подросткам и взрослым, потому что меньше забот, меньше проблем, каких-то обязательств. За тебя многое выполняют родители. Просто у тебя гораздо более легкая жизнь, и все. Нет. Почему? Ну, в большинстве мы, как дети, очень многого хотим, да, а в Росфу запрещают, потому что тогда еще в детском возрасте мы не осознаем того, что что-то может быть плохо или неправильно. Да, довольно легко. Те родители обеспечивают, те не приходят саму уходить, там зарабатывать. Проблем меньше. Да, вполне. Да. Нет. Почему? Ну, вот, это у нас в семье, например, у нас маленький мальчик Митя, ему 4 года, он ребенок, но он всегда вот чего-то не хочет, и поэтому мне кажется, что ему тяжело. Ну, да, легко. Так же, как и взрослым. Легко. Я как себя ребенком не считаю, я уже более подросток, и да, конечно, я не зарабатываю, а живу за счет родителей сейчас. Но я пытаюсь как-то летом подзаработать себе, что-то купить сам, распоряжаясь своими деньгами. Ну, мне, да. А не тебе? Тоже, наверное. А почему? Потому что многое делаю не я, а мои родители. Ребенком быть, мне кажется, так же, как и родителям. Ну, у разных возрастов свои обязанности. У родителей, например, надо воспитать детей и их вырасти. И семью обеспечить. А дети должны им как-то в этом помогать и сами стремиться к этому, чтобы потом у них было будущее. Ну, легко, потому что родители. Ну, когда вот наступает, как бы, день, который, когда ты встаешь, как бы, становишься взрослым, то тогда сперва думаешь, что это легко, но потом кажется, что это сложно. Каким должен быть лучший друг? Он должен быть ну, добрым оптимистом должен быть и чтобы он был хоть чем-то похожим на тебя, хорошим, доверчивым и дружелюбным. Он должен быть честным, никогда тебе не врать. Он должен быть, он тебе должен относиться с любовью, никогда тебе не предавать. Лучший друг должен тебя поддерживать и понимать в трудную минуту, прийти на помощь, когда ты грустишь или как это, находишься в одиночестве. Лучший друг может указывать на твои недостатки? Лучший друг, думаю, что да, он, если ты общаешься с этим человеком, он может тебе высказать твои недостатки и поскорее надо их, как бы, исправить. Ну, ответственным нужно, чтобы поддерживал своего друга. Преданным, веселым и настоящим другом. Он должен с тобой быть в любую тяжелую минуту. То есть, не будет так, что в любую трудную минуту, когда ему будет выгоднее, он тебя бросит. Ему, может, будет даже сложнее с тобой быть, чем быть на стороне твоего противника, например. Но он будет на твоей стороне всегда. Хорошим, смелым, храбрым, добрым, щедрым. Ты хороший друг? Я не знаю, для кого как. Лучший друг должен быть верным, которому ты можешь доверить секрет, и он никому не расскажет. Ну, и он тебе должен помочь в сложные минуты. Ну, лучший друг должен быть, ну, как я считаю, он должен помогать тебе в том плане, чтобы ты выбирал именно правильные решения, ну, так сказать, шел по хорошему пути. Он должен тебе в этом помогать, содействовать. Ну, так сказать, он должен, ну, как, не предавать. Ну, это банально, но он должен поддерживать всегда, то есть он не должен предать. Должен в трудную минуту, когда даже все те отвернулись, поддержать. Ну, там у Гарту свои, как бы, критерии, по которым он выбирает. Ну, у тебя? Ну, у меня, например, веселый, общительный. Ну, чтобы не замуж, ты главное. Что я мог поддержать, например. Ну, тот, кто поможет тебе в трудную ситуацию, ну, и не скажет, что ты ему должен после этого. А понимающим тебя, которым он выслушает, который тебя может поддержать, просто вот именно твоим человеком. Это очень такой расширенный понятие «лучший друг», то есть просто, который тебе всегда хорошо, ты ему все можешь довериться, всем поделиться, он тебе всегда помогает, никогда тебя вот не кидает. Именно такой очень для тебя близкий человек, намного ближе, чем все остальные, вот. У тебя есть такой? Конечно, есть. Ну, он должен уметь прийти на помощь, он должен, и даже если вы разные в характерах, вы должны поднимать друг друга, я считаю. А как ты считаешь, лучше быть разными характерами с другом или одинаковым? Я считаю, лучше быть разными в характерах, потому что ну, всегда будет интересно, можно будет там и поспорить о чем-то, потом сойтись в интересах и вот, ну, чтобы он тебя не предавал. «Лучший друг должен всегда поддержать себя, но и иногда развеселить, например, и, конечно, ну, в трудную минуту как-то сопровождать и, ну, опять же, поддержать». «Ты хороший друг». «Ты хороший друг». «Ну, неплохой». «Лучший друг должен всегда помочь, прийти на помощь, всегда чем-то помочь. Ну, это логия, ладно. Ну, он всегда должен, ну, не то что помочь, подставить свое плечо в трудных ситуациях. Всегда должен с тобой ходить, но не то что ходить. «Поддержать тебя в трудных ситуациях». «Преданным». «Надежным и который будет тебя поддерживать». «Честным и справедливым». «Лучший друг должен быть преданным, он должен тебе помогать, должен, ну, учитывать твое мнение, но при этом не полностью отдаваться, ну, тебе, то есть не говорить, ну, не делать все, что как ты хочешь. Вот. Он должен, ну, как я сказала, уже помогать. Не обязательно много общаться, но при этом много делать для тебя». «Ну, он должен быть верным, чтобы он, прощал там твои обиды, или, например, ну, делился там чем-то и так далее». «Ну, чтобы он в трудную минуту мог поддержать и иногда соглашаться в твоих же мнениях». «Ну, тот, который всегда поможет, тот, который…» «Тот, который будет всегда вот рядом, надежным». «Как можно наказывать детей и за что?» «Их лучше не наказывать, а просто им говорить о своих ошибках». «Детей можно наказывать за то, что они проказничают». «А как?» «Поставить в угол». «За их поступки». «А как?» «Или ругательство в мире ремнем». «Ну, за невыполнение домашних заданий в наше время можно лишать интернета на неделю». «Ну, можно наказывать детей за…» «Ну, плохую учебу я не думала, что можно наказывать». «Ну, потому что, там, половина знаний им не пригодится». «Вот, например, там, кто-нибудь получил плохую отметку, двойку, да, там, по математике за какую-то контрольную работу. «Да, плохо, не выучу». «Ну, может быть, он станет, там, каким-нибудь химиком, и ему этого совсем не пригодится». «А надо наказывать детей, ну, когда они что-то вот прям большое совершили, да, вот, например, не сувать пальцы в розетки, если вот маленький ребенок сует их, сует. «Ну, конечно, понимая, что он не понимает, но все равно нужно его отучить от этого». «Ну, можно наказывать детей за то, что они, например, баловались, например, тут не бегали, тут не бегали, шумели и так далее, даже мужик пришел и нам сказал только что, вот, ну, вот, можно ругать за, за, за этот…» «А как наказывать, ладно, как наказывать?» «Ну, как наказывать, поставить в угол, например, или оставить без телефона, без телевизора». «Ну, можно наказывать за то, что уже много раз говорили, а они не исполняют. Ну, а как наказывать?» «Ну, не знаю, ремнем». «Ну, отменять конфеты на месяц, а за что, не знаю, за все, за все плохое». «Детям можно наказывать какие-то проступки, например, когда они лезут к старшим, а старшие понимают, ну, они умнее, они не будут бить детей. Просто сказать этому маленькому мальчику, что не надо, но если второй раз подойдет, уже получит от старшего, и старший уже накажет его». «Наказывать нужно только бездействием, то есть, например, ну, избивать или бить – это, конечно, неправильно. Это, во-первых, недействие, а во-вторых, просто жестоко. То есть, наказывать, например, просто лишать действия. То есть, поставить в угол – человек ничего не делает, и это для него худшее наказание». «А за что?» «Ну, за какие-то такие серьезные провинности, например, предательство. Это ужасно было». «Ну, если человек разбил кружку, например, то надо подместить за собой, да, и я просто иногда сам себя наказываю». «Как?» «Ну, просто не беру никакие гаджеты или вообще ничего не делаю. Ой, ну, как можно наказывать? Смотря на то, что совершил ребенок. В основном, ну, не надо прибегать к физическому наказанию, я считаю, но иногда можно, если уж совсем. А за что? Из моего жизненного опыта вранье ни к чему хорошему не приводит. Разве что вранье, да, и двуличность. Лицемерия». «Я считаю, что детей именно каким-то бичком наказывать нельзя, но и на самом деле детей даже с вами наказывать нельзя, так как слова, они тоже очень почтительного действуют. Надо детям показывать все на своем примере. То есть, образно говоря, я не знаю там. Вот у тебя ребенок сломал игрушку. Ты вот подходишь и говоришь, вот я сломаю игрушку, мне будет грустно. Понимаешь, что раз папе грустно, то ему будет грустно. То есть надо все говорить словами и примерами. Потому что наказание – это вчерашний день, и ничего это хорошего не приносит. Вот меня наказывали в детстве. Что толку-то? А примером тебя как-нибудь воспитали? Примером каким-то? Ну, мне папа… Кто для тебя пример? И в чем? Для меня пример папы, который, по сути дела, выросший в истории без своего отца. Сам работал с очень раннего возраста. Сам пытался там, так сказать, подниматься по жизни, именно достигать вот чего-либо. Вот именно вот так вот. Ну, за то, что они считают, что они лучше других, они выше их. Потому что это неправильно. Дети рождаются равными или… Если ты общаешься с человеком и считаешь, что он хуже, ну, не сможешь найти с ним общего. К тому же другим детям сложнее будет с тобой общаться, потому что ты считаешь что-то лучше. Увы, я не знаю. Наказывать можно по-разному. Ну, например, отбором разных вещей. Ну, главное, отбором, ну, как бы, каких-то вещей, как бы, типа компьютера, телефона. Главное, чтобы не насилие, как бы, в плане того, чтобы не бить. Вот это как бы… Мне кажется, на психику сильно влияет. За что? За провинность. Ну, я вообще считаю, что наказывать детей, ну, как, физическими силами – это не очень хорошо. Их, я считаю, надо лишать чего-то. Ну, например, вот, ты провинился, ну, плохо себя где-то повел. Ну, тебя, например, оградили от каких-либо вещей. И вот так вот учиться. Ну, можно наказывать детей за плохое поведение. А как? Ну, сначала поругать. Потом уже? Да. Можно наказывать детей за шалости. Можно просто ставить в угол. Можно просто ругать. Что действенно? Ну, я не знаю. Мне кажется, то, что их можно максимум чуть-чуть отшлепать. За что? Ну, за то, что они лезут, например, куда-нибудь в розетку пальцы суют. На детей можно либо с ними разговаривать, ну, сесть и побеседовать. Либо, если ребенок не поднимает, надо принимать жесткие меры иногда. А за что? За, ну, если, например, мама тебе говорит что-то, ты должен сделать. Ну, как-нибудь ругать, в угол, наверное, ставить. А за что? Ну, потому что не слушаются, может быть. Не так что-то делают, что-то забывают где-то. Я не считаю, что нужно как-то наказывать детей за что-то. Можно просто ребенку сказать внятно и объяснимо, что может к этому привлечь его деяние. Детей бить нельзя, и кричать на них тоже не следует. Не знаю. Просто отхлестать по пупе, чтобы он запомнил, что так делать нельзя, иначе получишь еще раз. Можно наказывать ремнем. Ну, там... За что? Ну, за какие-нибудь плохие поступки, там, не знаю, украл что-нибудь, или не знаю. Ну, за разные провинности. Например? За то, что специально там... За что тебя недавно наказали, и как, родители? Недавно. За то, что я попался там с несколькими ребятами, там, в туалете они там набедокурили, а я с ними попался. Это не бедокурил. И как тебя наказали? Ну, отругали. Сколько сантиметров в одном килограмме? Кто акопеллу поет все время? Я тебя смущаюсь. Ну, когда... КОНЕЦ КОНЕЦ